Будда в городе подкаст пространство где можно дышать и говорить Доброе утро Валера, доброе утро группа. Благодарю за практику Погода на улице чудесная, солнце светит, небо голубое, но внутри очень тяжело Потому что сейчас вся Украина, вся там, сейчас Мариуполь, Азовсталь Мы просто с этим живем каждое мгновение нашего дня, мы засыпаем, просыпаемся И это очень непросто проживать Просто так находимся в этом сейчас Благодарю за практику, дыхание помогает возвращаться Всем хорошего дня Спасибо, Блин Тоже, знаете, ну как-то вот вчера очень, ну у меня тут были дела в городе Я ходил и полдня, в общем, по городу гулял под Люблян, ну как-то новый для меня город Как-то ходил и такое странное чувство, странное переживание параллельных реальностей Потому что, с одной стороны, ну вот люди, вот такой очень обычный европейский городок Они все одинаковы в каком-то смысле Ну вот все эти люди, которые сюда съезжаются Вот сейчас ковид закончился, эпидемия закончилась, они обрадовались И они возвращаются, ну они, это мы Я это тоже часть этого всего пространства Часть этой стайки этих европейских людей Да, которые кто-то местный, кто-то понаехали сюда, приехали Они вот все время так курсируют из города в город А где-то как-то все по-разному, но как бы одинаково Как будто в этом разнообразии Вот они сидят там по кафе, вот действительно тепло стало наконец Вот все цветет, тут какие-то каштаны, там, не знаю, магнолия Все цветет, все радуются Вот то, что действительно эпидемия закончилась Как будто и не было, да, вот они опять в этих кафе, как вот раньше Одновременно с этим, ну вот я хожу, а у меня как-то все мои вот встречи с вами Все новости про Мариуполь и про все А я вот как такой вот переплетающийся с этим, как будто вот слои какие-то И вот эта одновременность, она, конечно, очень так странно действует, но вот как-то Приходится так или иначе это вмещать в себя в любом случае Вот есть вот эта моя жизнь вот такая вот, где я прям хожу в этом пространстве Очень конкретном пространстве, которое такое И в то же время все другие пространства, с которыми я касаюсь То есть там, которых я касаюсь, в своей памяти, в своем вот сейчас через соцсети Через все эти Конечно, странное у нас время, но вот действительно Раньше там, ну, если люди живут в каком-то месте, а война вот где-то, ну, в другом месте происходит То, ну, что там, ну, вот письма там время от времени с фронта присылают Вот там вот эти вот треугольники, помните, ну, как мы из фильмов там знаем, из книг Эти военные там присылали Но это когда она там дойдет, вот что он там расскажет А сейчас вот все происходит в прямом эфире И это, конечно, создает дополнительную нагрузку на нас И вот с этим нужно, ну, как-то так Мне кажется, это важно как-то тоже иметь в виду Регулировать для себя Чтобы, ну, не знаю, как-то вот структурировать Вот как мы структурируем нашу медитацию, да Мы же делаем это как специфический ритуал Но мы уже вот говорили об этом Сережа вот эту тему приносил сюда тоже, да Что когда он там едет в метро и залазит в телефон Ну, а там же ужас и кошмар, а там война И вот такой как бы в походе, что ли, в это Контакт с этим И мне кажется, здесь важно действительно такое уважительное Больше уважительное отношение к этому Уважение именно, ну, к себе и к своему процессу И к тому, что происходит с другими Это трагедия И тогда этот вопрос такой, он нелегкий, ну, к нам Как к самим себе Окей, вот это есть Я с этим в контакте так или иначе Так, я с этим в контакте Я не могу это выбросить из себя сейчас Так, как я с этим Что я делаю, там Как я организую свою жизнь, свое пространство Ну, и когда сильно мы переживаем трагические события Нам важно это как-то организовать Я не зря часто это вспоминал там Вот вспоминал просто Когда у меня отец умер, а я тоже из-за ковида не мог поехать туда И вот оказалась такая ситуация, когда есть горе Есть, ну, трагедия моя личная Там связанная вот с контактом с этим человеком, который ушел Там есть мама, есть там брат, который все это переживает тоже И, в общем, ну, в каждом из нас хотелось бы быть сейчас вместе Чтобы вместе вот физически, чтобы переживать это событие вместе Это помогает Но получается, что я в отделе Но в то же время, вот в это же самое время, я в контакте Через свое внимание, свое воспоминание Через вот свое внутреннее Тогда мне нужно как-то исхитриться Организовать свое пространство Чтобы это уложить куда-то, да Чтобы с этим быть Чтобы это меня там не раздавливало Ну, дать этому какое-то пространство Дать вот место И здесь как раз какие-то ритуалы помогают И ритуалы Хорошо, если мы их сами так вот придумываем даже для себя Ну, вот я тогда Я там об этом рассказывал Я ходил на наше местное там кладбище в Пиране И ставил там свечки Я покупал вот эти там, знаете, эти европейские такие традиции Так красные такие Ну, такие банки Внутренних свечки И вот они закрыты И поэтому свеча может долго гореть Я вот такое покупал каждый день Там ходил на этот кладбище Стал каким-то незнакомым людям Для меня внутренне это было вот такое, ну, действие Которое символически помогало Мне помогало быть с этим Это у меня как-то родилось спонтанно, да И здесь вот, мне кажется, важно посмотреть, что мы можем Как мы можем организовать пространство своей жизни Чтобы это было, ну, как-то Чтобы это имело значение внутреннее для нас Я вот вчера разговаривал тоже с одной подругой Она в Одессе Ну, для подкаста Я там через какое-то время выпущу Просто сейчас пока все делаю, это медленно Она, ну, говорила о том, что как раз Такие для нее это Понятно, что вот вся эта трагедия Но это всегда возможность Окей, вот это случилось со мной, да Случилось с нами, со мной И что я делаю? Я здесь вырастаю на этом То есть как бы вот этот кризис Кризис я использую для того, чтобы вырасти Чтобы стать больше, объемнее Или я, значит, наоборот уменьшаюсь И вот это, в принципе, зависит Ну, от нас зависит Там вот она прямо говорила об этом Как она старается сделаться больше А что значит больше? Вот вырасти То есть она там, ну, она художница Она использует для нее активное воображение Это такой инструмент основной Она прямо представляет себя великаном Огромным великаном, который Она представляет себя всей страной Которая вот, если я страна То я вмещаю в себя всех ее граждан Я вмещаю в всех, кто страдает в Мариуполе Я вмещаю в себя всех Можно представить себе планету Земля Земля, может, ну, я не знаю Это вот ее способ Работать с образами И потом она это рисует еще И вот рисование для нее Такой способ справляться Вот, и мне кажется Здесь важно поискать У каждого какие-то свои способы Вот важно Включить сюда сознание И в каком-то смысле творчество Да, вот такое вот Пусть оно трагическое Трагическое творчество Но включить его сюда Найти форму Найти канал Ну, вот у психологии есть Этот термин Канализация Звучит двояко Но это создание канала Через которое Вот это переживание Могло бы протечь И вот здесь искусство И, в принципе, любое Ну, не знаю Похоронный ритуал Это же искусство тоже То есть, ну, как бы это нечто Придуманное нами Некая форма Такая придуманная Она созданная Я имею в виду Что животные так не делают Это мы только делаем Да, вот мы Что-то там У нас оркестр там Или, ну, какие-то вот разные есть Там вот специальный гроб Там, да, например Или там у кого-то саун У кого-то еще Какие-то вот разные Разные Кто-то сжигает Кто-то, значит, там Землю закапывает Какие-то склепы строят В церкви Вот тоже раньше хранили Ну, в общем, вот Очень разные-разные-разные Сособы Это форма искусства Вот Похоронный ритуал И Если мы так широко Подсмотрим на искусство Это не только вот там Кино Кино Литература Там Художественная А любое Созданное нами Способ Взаимодействия Жизни Вот Канал какой-то Это искусство И вот здесь Тогда Можно подумать Как я вмещаю себя Что я делаю Для того, чтобы мне Самому Самой лучше Вместить вот это все Всю эту Сложность Происходящего С нами сейчас Всю ее Потому что те, кто Сейчас реально там В Мариуполе Ну, им не до того Не до ритуалов Вот они там Сражаются Или там Спасают жизнь свою Вот они там А тем, кто далеко От этого Физически Но Касается этим Неизбежно этого Вниманием Вот нам нужно что-то Делать с собой Мне кажется Спасибо, что вы Галина сказали это И как-то Принесли это Вот сюда Сейчас тоже Маша написала Галина обнимаю Валера Чувствую такие же Параллельные миры Это очень странно Правда Да, окей Инна Вы ее Руку подняли Мне очень Сейчас Образовалось Про Вот эту Вместимость Для меня Оказался Во вчерашние дни Очень Сильный опыт Почувствовать Насколько Мое Физическое Тело Может Вместить Вот этот Весь Объем Для меня Вчера Таким Сильным Проходом Явилось Соприкосновение Со своими Чувствами Я просто Физически Ощутила Как меня Тряхнуло Вот как Разряд Но при этом Не было Страха Я просто Пошла В эти чувства И позволила Телу Вот быть В том Что происходит И Я вот Ищущаю Вот эту Вот Важность Сегодня Прям Вот Тригером Вот этот вопрос Зачем я Хожу в практику В том числе Для меня Это тренировка Моего физического Тела Как выносить Вот Все Что я Хочу Вместить в себя Может быть Механистический Подход Но я Живая машина У которой тоже Есть какие-то Свои мощности Есть Возможности Пропускать Что-то Я не закрываюсь От этого Но вот Насколько могу Впускаю Это в себя И Сегодня Было два момента Очень важных Тоже Что я отметила История с дыханием Я Отслеживала Что происходит И Я ощутила Моменты Где Дыхание Дыхание застревает в теле Как такие пузыри прохода В горле Проходит Или не проходит Но вдруг Мне пришла Вчерашняя Ну я бы назвала это метафора История с краской Когда тебя обливают И Ты дышать не можешь И я почувствовала Разницу Что я-то могу дышать Всей поверхностью тела И Вот здесь я расширилась Вот в это Дыхание Которое Ну не только во мне Вот проходит Так А я дышу Всей поверхностью У меня есть такая возможность Я могу в этом Находиться И Была еще Тема связанная Со светом Он сегодня Появился другим Видимо Проход Чувства Вот это вот Ощущение Света То Что я С одной стороны Могу визуализировать Но для меня Сегодня это было Чувство Чувство Которое Даже не знаю Как Как движение воздуха Которое Может распространяться Вокруг И На лице Появилась улыбка И Я первый раз Вот Осознала Что Улыбка Есть такое выражение В языке Может разоружать И я вот Как-то с этим жила Вот с этим светом Чувством Которое Расходилось Вокруг меня И я являлась Источником Вот этого Света Через чувства И Улыбка Через которую Могло все Уходить дальше От меня И Пришла Соединенность С дыханием Там Где я Вдыхаю Намерение Вдыхаю Какое-то Творение И вот В момент Работы со светом Вот Я соединила Дыхание Чувства И Не знаю Какие-то энергетические Движения И Про объемность Мира Оказалось Что мир еще Огромней И Многогранней С точки зрения Реальности Потому что Вчера Было Не только Соприкосновение С истории Происходящего В Украине История Происходящего Вокруг меня В России И вдруг Я увидела Подключенность Виртуального Пространства Просто Контакт И Здесь Я вернусь К моему первому Вот этому Важному вопросу Что я сделаю В практике Вчера Был Контакт С ботом Где Фактически Я Как человек Смогла Отличить Этого бота И Для меня Это было Про Мою Констексуальность Что Когда я Нахожусь В физическом теле Я способна Отличить Человека И для меня Это казалось Очень важным И вот Я За этим Хожу В практике Чтобы Контакт Не терять Причем Даже Закрытыми Глазами Когда Один Из Каналов Ушел Я Внутри Ощутила Следы Визуального Контакта И Поняла Когда Я что-то Видела Потом Закрывала Глаза У меня Была Возможность На ощущениях Тела Регулировать Своё Положение В пространстве По отношению К тому Что находится Вокруг Это Для меня Тоже Было Важно Спасибо По поводу Тела То Если Той Традиции Которые Я следую Дзенской Особенно Сотодзен Там Это просто Какая-то Такая Основа База Но Не только В том Смысле Что это Основа На которой Потом Отстраивается Остальные Этажи Там Что Есть Тело Как база А потом Сознание Это Скорее Там Нет разделения Знаменитая Фраза Судзуки О том Что Тело И сознание Два И одно Не два И не одно Это про это Что Мы действительно Сидим телом И мы Сидим телом И Как еще Там есть Ну В Дзене много Таких парадоксальных Фраз С которыми мы можем Как-то так соотноситься И чувствовать Что они делают С нами Такие вот слова Именно построение Фраз У нас Определенные И еще одна Там Такая Повторяемая Более-менее Сентенция Разными Учителями О том что Задзан сидит нами А не мы сидим Задзан Что это действительно Нечто проходит через нас И тогда важна Как раз эта форма И вот тут Меня это связывает с тем Что я говорил перед этим Что Ну вот То что мы сидим Вот так В определенной форме тела Это вот Тоже какая-то Очень Простая форма Ритуального Действия Опять же Простая форма Творческого Действия Такого Перформанса Вот именно Акцент Перформанса Вот конкретно В Сота Зан Он очень важен Что Ну вот Опять есть разные Если говорить Там говорить о буддизме Как Буддизмах Разных То там все-таки Основная Задача Буддизмов Это пробуждение Ну в силу того Что просто В силу названия Да Что мы Стремимся Если уж говорить Именно о буддистском пути Стремимся К пробуждению И вот Большинство Все-таки Буддизмов Там есть такое Ну как бы Такая логика Этой практики В том смысле Вот я делаю практику Для того Чтобы достичь цели То есть Есть практика Как Практика То что я делаю Здесь И цель Которая Где-то впереди меня Я движусь К ней То есть Цель Это результат Практики Да То есть цель Впереди Во времени Практика Здесь И вот я там Движусь Движусь Туда И это Одна позиция Которая В большинстве Ну не только буддизмов Но и любой Духовной практики Да вообще Чего угодно Мы Если мы достигаем цели То мы Делаем Дело Действия И У нас Как бы цель этого Действия Она где-то всегда впереди Во времени А вот Сота Он как-то переворачивает Это все Это тоже Такое Парадоксальное действие Парадоксальный Такой вот Взгляд Который может Что-то тоже Делать с нами Он предлагает Этот путь Предлагает Не достигать чего-то А реализовывать Потенциальность Вот Это просто Такая позиция Реализовывать Потенциальность Как такой акт Творчества Как фактически Перформанс Вот Владимир Перформер И Перформанс Когда человек Выходит на сцену Или куда-то еще И что-то Показывает Показывает Зрителю Показывает То есть он воплощает Некое Некое Переживание Через себя Через действие И Но у этого действия Должна быть Форма Перформанс Это форма Да Какая-то некая форма Которую я создаю В моменте Прямо сейчас Воплощая Определенные качества И вот Ну Большинство перформансов Но они как-то Задействуют Тело Ну а как иначе Как можем показать Нечто Ну там не знаю Известные Кто у нас Марина Абрамович Да Известный перформер Вот она делает Очень простые вещи Да Например Сидит неподвижно Много часов Да И к ней подходят Какие-то люди И садятся напротив нее И смотрят Смотрят в нее в глаза Да Вот такой перформанс Но Таким простым действием Она воплощает Нечто Воплощает Многочисленные переживания Которые возникают за это время У нее и у зрителей Которые И у людей Которые соучаствуют В этом перформансе Там Что она там Или вот связанная С войной Как раз С войной на Балканах Она тогда У нее была Куча костей Кровавленных Там Спускаем мясо И она их мыла 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 Тоже вот такое действие Символическое Телесное Очень Через которое Она воспроизводила Нечто Воспроизводила Переживания Какие-то У себя И у зрителей И вот В СОТО ДЗАН Такая же позиция Такое же отношение К практике Мы садимся в эту форму Телесную И мы создаем определенный Это перформанс То есть мы Воплощаем определенное Переживание Пробужденности Мы Играем Играем В Будду Играем Будду В этот момент Мы становимся Буддой И в этом смысле Там нет Вот этой Ну как бы То есть оно Тоже такое Вот как Недвойственная Позиция такая Там возникает Что Практика это и есть Уже результат сейчас Вот в тот момент Когда Марина Абрамович Моет кости Ее вот это вот Действие Воплощает с собой Эти чувства Эти переживания Эти состояния Эти все это Всю эту войну Вот Ну точнее она Показывает Как Например Как женщина Взаимодействует С войной Вот История женщины На войне Мыть Кости Отмывать их От крови Вот эта вся история Она воплощается В тот момент Когда она берет Эти кости И начинает их мыть Вот в этот момент То есть там нет Никакого Действия И достижения Нет зазора Между действием И результатом Оно одновременно Ну вот Проходит через это И вот то же самое Мы делаем в практике Вот в этом В этом стиле Медитации Мы садимся И Ну вот Тут как бы Я предлагаю Какие-то элементы Там разные Которые В общем-то Не предлагаются В этом стиле Да То есть может быть Вот этот вот Приближается к этому Или Когда мы вот Отпускаем всякое усилие И вот мы просто сидим Вот просто сидим Позволяя всему происходить Но оно происходит Через что? Через наше определенное сидение Вот форму тела Но передателям все-таки Долго и тщательно Выстраивали Наполняли его Вниманием Вот Этим переживанием Но В классической Там Форме Вам никто ничего не будет Такого проводить Просто вот садитесь И сидите Один или вместе со всеми И там И вот Вся инструкция Вот это Сядь и сиди Сядь и сиди Все Сорок минут Вот Но Идея вот такая И То есть Что между Практикой И ее результатом Нет никого в зазоре Они Что это Что это единое И поэтому Она начинается Вот именно С той формы Которую мы создаем Поэтому тело здесь очень Ну играет такую Ключевую роль Вот И Ну и если мы Действительно как-то Распространяем На всякую Другую Деятельность Я бы тут опять вернулся Вот к тому Что мы говорили с Галиной Вот об этом Какие формы Я создаю Чтобы Вот Сейчас Что-то воплотить Потому что Ну вот есть Там скажем Ситуация с Мариуполем Я с этим ВКонтакте Это вопрос А как я с этим ВКонтакте Да Что я создаю Вот Что я создаю Вот То что Ира Вчера Моя подруга Художница говорила Я становлюсь Большой Вот это ее Выбор Как я с этим А я буду Большой С этим Что это значит Быть большой А вот это Это ее Какое-то уже Знание Что значит Ей значит Нужна какую-то форму И вот она создает формы Например В эти визуальные Ну Свои работы Она рисует 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 Она рисует войну Но таким способом Вот Который Которым она видит Это Ну Я вот хочу Как раз Когда выпущу Я туда включу Эти ее картины Многие из вас ее знают Ира Потапенко Как она ходила На мои Многие там Эти ретриты И рисовала там скетчи Во время ретритов Когда мы там В зуме сидели Вот И У нее Она одесситка И у нее Много еще юмора всегда И вот Самая вот эта Ужаси и трагедия Она не Она не избегает Трагедии В своих рисунках Но она Смотрит на это В том числе И через Одесский Такой взгляд Обязательно Добавляет туда Котов Например В эти рисунки Да Вот как коты на войне И это создает Какой-то объем Тоже У меня Как у зрителя Я могу это воспринять Ну суть Что Она вот говорит Что ей самой Не нравится Когда просто Ну вот рисует Там Ужасы и кошмары И все Ну окей Это тоже возможно Там Но Все-таки важно Что художник Он еще и преобразовывает Как-то Этот вот Собственно для нас Этот ритуал Опять же любой ритуал Вот что Ну Смерть Похороны Ритуал похорон Ведь зачем мы и оформляем Так вот Чтобы Там мы добавляем Какую-то красоту еще Вот в эту трагедию Да Добавляем красоту Фактически Вот в ту или иную Нам же важно Оформить могилу Как-то красиво Определенным образом Да Там венки Все Ну как памятник Нам важно Ритуал Какой-то Вот поесть Там важно вместе Мы добавляем Такую человечность Человеческое Измерение Измерение Жизни В эту смерть И Вот тут Важно опять Вот когда мы Соотносимся с этим Какой я художник Каким художником Я становлюсь Здесь В связи с этим Что я опять же Какую форму я создаю Что я воплощаю Какой перформанс Я делаю Своей жизнью сейчас Когда Это происходит Кажется Это все может быть Ну Важным Так Важным Фактически Таким заданием Для себя Не то как Ну как Жизнь приносит Вот всякое Но Тут вопрос А как я Как я с этим Так Олег написал Благодарю За практику Татьяна Галина Хотела бы вас обнять Валерий Групп Спасибо за практику Анна Написала Благодарю за практику И за образ Что я расширяюсь И вмещаю И за идея Что можно не бояться Смерти и перемен Я тоже хочу обнять Галину И Галина отвечает Маша Татьяна Анна Обнимаю вас всех Окей Еще кто-то хочет Что-нибудь Сказать Владимир Да Ну Вот Про практику И практика У меня была Сегодня Достаточно Ну не то чтобы Достаточно Я сидел А Вот В начале Ковида В самом начале В начале Недовря 20-го года Да Мне приснился А потом Мне приснился И в этом Недовре Другой А он был Очень Драматический Я бы сказал Я стою В одном Известном городе В одном Известном И вижу Солнечный День Хорошая Погода Прекрасный Город Вдруг Я вижу Начинает Навигаться Волна Огромная Волна Она приходит Практически С трех сторон И я пытаюсь Ее остановить Причем Я иногда Делаю В снах Грубо говоря Низом Живота Очень сильным И не могу И вот Я с этим Пытаюсь Бороться И ощущение Такой Неотвратимой Силы Которая И она Я Оказывается Ей поглощен Потом Я вижу Большое количество Человеческих Тел Мужчина Женщина В ледяной Ваде Я пытаюсь Оживить Люди И не могу И у меня Такое ощущение Страха Безысходности И еще Кусочка Льда Много Много Кусочка Льда И В этот момент Я просыпаюсь Был в январе 20-го года Когда Появились первые случаи COVID Да А второй Такой же сон Примерно Он приснилился Не в этом январе Я пытался Эту волну Остановить Не Животом А сердцем Ну У меня получилось Вот Как-то так По этому Вот Это первое По поводу Перфоманса Практики Перфоманса Мне это Достаточно близко Я Достаточно Долго Занимался Перфомансом Сначала На сцене Это Были достаточно Ну Известные Театральные проекты Вот Потом я занимался Самостоятельно Хотя перфомансы Были разные Но Мой перфоманс Он был такой Спонтан Я по-моему Говорил об этом Приходило Когда В Петербурге Разрушался Летний сад Своими друзьями С художниками И В него можно было Спокойно войти Значит Это было Начало перестройки Разруха Страшная И мы протащили Через Летний сад Дерево Да Был такой Славянский Ритуал Боронения После чего Летний сад Нашли деньги На его ремонт Каким-то образом Уважаемый Ну Это было Нас Просто Свинтили Но Мы убежали Все закончилось Хорошо Ну Для меня Перфоманс Это Скорее Внутренняя работа Не какая-то Внешне Экспрессивная Работа Ориентированная Не на СМИ Не на массового зрителя Это то действие Которое я совершаю Не ради Себя Или Продвижения Вот Но Когда я Больше стал Заниматься практикой У меня Ну исчезают Потребности В этих Внешних формах Ну Для меня Ну Практически Каждое Сиденье Это Вот Как-то так Ну Каждый Вдох Как-то так Спасибо Спасибо Что У меня Там Какой-то шум возник Громкий Ну что еще кто-то хочет сказать Шумит Доброе утро Да Я хотела Откликнусь На Галины Да еще Первые Первые слова Тоже да Очень сложно Это все Проживать И Вчера как раз тоже После новостей Сидели просто там с мужем Да стендап смотрели Все там вроде Как-то весело Хорошо да А потом опять вот эти вот Новости там еще и Прилет по Днепру Моему городу И в общем да И вот Потребность прям была да Выйти и Устроить Какой-то такой вот Тоже такое Телесное проживание Свечку зажечь И вот Телом действительно Очень хочется Причем для меня это Какое-то движение тела Не знаю чем-то она Напоминает Во время родов Да какие-то такие Движения Как будто вот Пропускать всю эту боль Пропускать все эти Спазмы какие-то Какие образуются Да И Двигаться Конечно да Если брать этот образ С одной стороны Как будто Да вот Если там роды Роды это рождение Чего-то нового И хотелось бы верить Да что там Продолжая двигаться Мы рождаем Что-то новое Через эту боль Какой-то новый мир Ну и Думала еще Пока вот Все сегодня говорили Да что Почему очень важно Мне через Движение Да почему Хочется именно пойти Как-то вот Какие-то такие Странные движения Совершать Да во время Таких вот Проживаний Как будто Наверное Продолжая Двигаться Да как будто Свеча Свеча тоже двигается Горит И как-то легче С ней Это проживать Вот А еще Как-то оно Мне так все переплелось Вчера Ваш дневник Про я не знаю Да Потом полдня еще Зависало под это Я не знаю И Вспомнился Мне отрывок Из Серкина Хохот шамана Там где он По снегу Шел И Вот Каждый день Как будто Ну вот это вот Я не знаю И движение Да для меня в этом образе Совместилось Что вот Ну там такой отрывок Где они идут по снегу И вот этот Серкин да Перед ним Шаман И он идет И как-то так вот идет Да иногда проваливается Но с ритма не сбывается И идет Продолжает идти И Вот в этом образе Тоже для меня Что-то важно Вот это вот Я не знаю Что каждый день Просыпаясь Да я не знаю вообще Что сейчас за мир И как мне вообще двигаться В этом мире Как мне продолжать это движение Как будто каждое утро Надо встать И свериться да Какой воздух Какая температура воздуха Какое движение ветра Какой сегодня Снег под ногами Как в каком ритме Мне идти по этому снегу Чтобы я там Меньше проваливалась И смогла двигаться дальше И конечно Вот эти вот Утренние практики Они как вот это вот Знакомство со своим Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я не знаю Как я сегодня Буду относиться к своей паузе После выдоха Я не знаю Как мне сегодня Будет дышаться спиной И вот это вот Соприкасание Постоянно с этой Я не знаю Для нас знание Это сила А тут оказывается Да Ну все Эту силу Как будто отобрали Приходится все время Не знать И все время Встречаться со своим Я не знаю И для меня Конечно Наша практика Утренняя Она Контакт со своим Я не знаю Чтобы потом определиться Да Какой мне Какой ритм движения Мне сегодня выбрать Чтобы пройти сквозь Еще этот день Да Я не знаю Какая погода будет завтра Я не знаю Как я завтра смогу двигаться Но с утра вот эта вот Сонастройка со своим Я не знаю Очень важно Еще мне Вспомнилось Тоже вот об этом Да Что знание Это как консервация Да как мы говорили Законсервировать Готовый Будда На дороге Да Которого надо убить И вспомнилось Тоже да Движение Сейчас Много слушаю Александру Вильвовскую И она когда-то давала Такое упражнение Что Вот перед вами стоит задача Сварить суп И теперь возьмите пальчиком И рисуйте квадрат Какое вам решение А у вас продуктов там Не всех нет Да какое решение Когда вы квадратом И вот там Ну как у меня было Да там я рисую квадрат Так Составить список Сходить в магазин Там прийти Сварить суп Да А потом вот это вот А теперь давайте Свободно пальчиком Подвигаем Да такое Бронского движения Да вот это вот Не форма Не консерва Не знание А вот это вот я не знаю И тогда когда пальчиком Вот так двигаешь Такие у нас Сходить к соседу Да вообще забить Наварить суп Пойти в кафе Покушать Ну в общем Другие сразу идеи Появляются И причем Такие какие-то свободные Да зачем этот список Зачем этот суп Можно Пойти к соседу Покушать А не продукты попросить Да и вот Будто в этом вот я не знаю В каком-то непривычном Да вот этом Хаотичном каком-то Движении Постоянном Соприкосновением С тем что я не знаю Может появиться что-то Очень интересное Такое Творческое Незнакомое И в общем Да при этом конечно Приходится постоянно Эту смелость Вырабатывать Смелость не знать Да потому что знание Это сила Поэтому надо какая-то Стренировать Свою смелость В незнании Ну практика В этом помогает Так что спасибо вам Спасибо Всем За сопричастность Спасибо Спасибо Знание сила Незнание мне кажется Большая сила Ну знаете это вот Ну потому что когда Здесь ведь важно Не просто незнание Как таковое А вот это Сократовское Я знаю Что я не знаю Потому что Если человек Не знает Что он не знает А ему только кажется Что он знает Вот здесь Проблема основная Лежит Что Я на самом деле Не знаю Ну или я мало знаю Но мне кажется Я знаю Вот как сейчас Ну сейчас Там знаете Мы тут говорили уже Про греческую трагедию И я так как-то Туда так Продолжаю посматривать И А сейчас как раз Многие там Путина сравнивают С Эдипом С царем Эдипом Ну вот он значит Царь Эдип Который исполнил Все свои Все предсказания Ужасные Которые им предсказали Вот он его Их исполнил Вот хотел Очень не хотел Как бы он хотел Этого избежать И он сделал все Чтобы эти предсказания Исполнились Ну и вот кажется Путин делает все То же самое Все свои страхи Воплощает И Ну и вот просто Я там Слышал Что там вообще Эдип переводится Как Ну как Традиционный перевод С имени Эдип Это какие-то Опухшие ноги Там что-то такое Вот Но Я слышал такую версию У кого-то Значит что И там На Атическом диалекте Вот собственно Где Афина были Там Это означало Тот кто знает Как бы такое Я знаю Я знаю И вот получается Что это такая Насмешка Над этим Что Эдип Он как бы Он как бы Знал Знает Но он ничего Не знает То есть Как бы ему кажется Что он знает Он уверен Что он все знает Да И он влипает в эту всю свою историю И Приходит к этой трагедии К своей Ну собственно Проживает эту трагедию И Ну вот здесь Поэтому И вот там В дзамбуддизме Как раз Это очень прям Важно Но всегда подчеркивается Важность незнания Важность возвращения К этой точке незнания Но Но если я Осознаю Что я не знаю Если я знаю Что я не знаю Тогда у меня появляется Шанс Узнать Как это вот сейчас На самом деле Тут я Тоже как в качестве метафора Такой из своей жизни Приводил Часто примеры Я сейчас его приведу Ну я Там в своей молодости Собственно Всю карьеру Свою Такую работу с людьми Я начинал с массажа Просто я вот Ну это было вот В начале 90-х годов Я изучал массаж Ну и мне повезло очень Что я Повстречал Такого человека Учителя Володи Позняков Который научил меня Вот этому массажу Именно Через такую Чувствительность В первую очередь Ну потому что вот Советский массаж Как он тогда был представлен Я даже по-моему уже говорил Здесь что он Ну там даже Сами названия Этих Приемов Как какие-нибудь Строгание Пиление Сверление Вот это прям Официальное название В книжках они были То есть это как бы Что это за метафора Что вот есть бревно Которое нужно строгать И пилить Да и как Буратино делать Вообще производить Ну то есть очень Механистичный подход Вот мы выучили Как нужно пилить Как нужно строгать И вот давайте Мы будем так С телами человеческими Делать То есть очень такое вот Функционально Такое вот Предметное такое Действие И тогда что получается Тогда мне нужно узнать И нужно узнать Как это Ну или вот То есть как Сегодня Инна говорил Что даже вот Ну там мы можем На тело посмотреть Как на какую-то машину Да если машина То в ней какие-то есть Кнопки, рычаги Там тоже на которые Тогда мне что Мне нужно очень хорошо Научиться нажимать Кнопки и рычаги Зная как это работает И это один подход И он В целом он как Ну более-менее работает Да и люди так работают Они выучивают Вот эти вот Схемы Алгоритмы Как Очень хорошо это выучивают Как нужно делать Тогда к нему приходит Человек Раз-раз-раз Понажимал Ну вроде стало легче Хорошо Но это один подход Как я говорю Что я его не хочу Там как-то совсем Принизить Да хотя в общем-то Хочу Я считаю Все-таки Так как человек Не машина Все-таки Вот мы Когда мы приближаемся К нему Вот так вот Глубоко Мы обнаруживаем Там живое Там есть элементы Алгоритмов Ну вот какого-то Такого вот Механистичности Конечно что Такого Работает так Что-то Таким образом Но Все гораздо сложнее И глубже И в живом И самое главное Что мы существа времени А значит То что было Там Год назад Десять лет назад Даже может быть Секунду назад Это было А сейчас уже что-то другое Сейчас какая-то Абсолютно уникальная Конфигурация Жизни Наступила И вот тогда получается Что Нам нужен какой-то другой способ И вот Руки Как раз рука у нас Она выполняет Может быть функциональная Вот я знаю Как мне взять телефон Я его беру Вот просто не думая Взял и все И схватил его И функционально с ним обращаюсь Вот ля-ля Тра-ля-ля Там что-то с ним разговариваю Фотографирую Там на него Я знаю Знаю какие-то кнопки Нажимать на него Другой способ А этот У руки такая есть функция Ну как У руки есть функция Обращаться со всем Как с функцией Вот так значит Вот все хватает Что-то делать с этим Манипулировать миром У рук есть такая Такая способность Но у рук есть Так же способность Ощупывать Чувствовать И это другая способность Да Вот я начинаю телефон Он гладкий Он приятный Такое Я начинаю вощупывать И вот Чувствовать То есть у руки Есть способность Манипулировать И способность чувствовать И вот Тот стиль массажа Который Слава Богу Мне преподал Володя Мой учитель Это вот Второе Что мы можем брать Те же самые приемы Пиление Строгание Там все это Переназвать Их как-то покрасивее Да Чтобы живое Это было Но самое главное С чего мы начинаем Начинаем из этого незнания Вот ложится человек И передо мной Какая-то тайна Такая вот Распростерлась Когда я кладу на него руки И чувствую его дыхание И встречаюсь вот с этим И я не знаю Вот как раз Из этой позиции Я не знаю Но мне интересно Я начинаю это исследовать Вот как он дышит Из этого дыхания рождается Я начинаю его как-то щупывать Да как Как он на ощупь вообще Теплый там Шероховатый где-то Гладкий Кожа Вот как она чувствуется И вот из этого распознавания уже Рождается что-то И тут И тут Определенное знание Пиления и строгания Всех этих Приемов Оно пригождается Но оно Не предшествует Моему исследованию Оно Приходит После этого Вот И здесь Если мы так вот Относимся к жизни То очень хорошо Когда у нас есть Какие-то инструменты Как я могу с чем-то Обойтись Ну что-то сделать Ну вот как вы говорите Там погода Опять же Да хорошо что если Если у меня есть набор одежды Под разные погоды Если у меня есть там Сапоги Если у меня есть туфли Там что-то Плащ Зонт Майка То есть как бы Чтобы я мог менять это Но Чтобы вообще Быть адекватно Одетым По погоде Сначала мне нужно Поинтересоваться Что за погода Потому что если я Знаю Какая должна быть Погода Вообще-то Оденусь как-то Выхожу И не попал Что-то мне слишком жарко Или слишком мокро Или как-то еще И вот это вот Поэтому То что мы имеем в виду Здесь Вот в этом В позиции такой Дзенской Незнания Это именно это Что я И схожу из этой позиции Что я Пока еще не знаю Но я любопытствую И интересуюсь И я узнаю тогда Распознаю Вот это основа практики осознанности Любопытство Интерес А что со мной происходит И что вообще Вот все Весь наш это вот Часовое Почти часовое Ну там 40-50 минут путешествия В нашей практике Это про это Да Что мы Распознаем А какая погода Что А как И из этого уже могут рождаться Какие-то инструменты Что я могу делать Изменения там Состояния Какая-то саморегуляция Что там туда-сюда направить внимание Что-то Позу как-то изменить Вот 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 такая идея В этом Незнание Вот Окей Так Спасибо Спасибо Инна написала Спасибо за сердце Я его чувствовал Ночью во сне Это Владимир вам Насколько понял Катюша Спасибо за практику И группу Очень тяжело сегодня Чуть-чуть помог Образ боли Сотканной И света Хорошо Ну что Давайте Мы потихонечку Будем завершать Уже Говорим долго Спасибо всем За соучастие Будем продолжать Вместе По двигации Пройдем дальше Счастливо Счастливо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует